И к нам присоединяется председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и Общества Московского Патриархата, протеерей Всеволод Чаплин. Добрый вечер, Всеволод Анатольевич. Сердечно вас приветствую, добрый вечер. Скажите, а Церковь готова благословить повышение пенсионного возраста? Пусть люди решают, я думаю, что Церковь примет выбор людей. И понятно, что многие с опасением относятся к этой перспективе. Многие люди у нас просто не доживают до пенсии. Но очевидно и то, что состояние бюджета страны и заброшенного нам внешнего вызова достаточно сложное. Поэтому на самом деле нужно обсуждать эту тему с участием самых разных общественных групп. Профсоюзов, представителей пенсионеров. Действительно, Владимир Путин еще в апреле говорил на прямой линии, что многие мужчины в России просто не доживают до пенсии. Должен ли этот аргумент сыграть ключевую роль при решении этого вопроса? Любые аргументы нужно принимать во внимание. Может быть, стоит создать более достойные условия тем, кто продолжает работать после пенсии. Может быть, стоит людей, которые хотят уйти на пенсию в 60, 61, 62 года, как-то окружить дополнительной заботой, если уж нет средств в бюджете. Правительство уже решило, что сначала пенсионный возраст поднимут для госслужащих. Как вы считаете, это справедливо? Сложно сказать. Многие государственные служащие очень не хотят уходить на пенсию даже в 65 лет. Я знаю значительное количество государственных чиновников. Как правило, это люди жизненно активные. И даже если они достигли 70-летнего возраста, некоторые не хотят с этим активным образом жизни расставаться. Если человек здоров, если человек полный сил, почему бы ему и не поработать? Но какая-то компенсация за уже совершенные им труды в течение многих десятилетий также должна быть. Мне не думается, что человек, который продолжает работать после пенсии, должен лишаться тех преимуществ, которые он уже заработал в ходе своего достаточно длительного трудового стажа. Сейчас мужчины уходят на пенсию позже женщин, хотя средняя продолжительность жизни у них меньше. Насколько это правильно и нужно ли исправлять этот перекос? Сложно сказать. Вы знаете, женщины трудятся по-своему. Они трудятся дома, они трудятся вынашивая детей, воспитывая детей. Мне кажется, что сегодня женщина все-таки трудится не меньше, а может быть и больше, чем мужчина. И тоже, когда человек устает, когда человек хочет пожить ради своих внуков, ради своей семьи, ради дома, это нужно уважать. Я бы разницу между женщинами и мужчинами в возрасте выхода на пенсию оставил. А как обстоят дела с пенсией у священнослужителей? Священник – это не наемный работник, у него нет трудового договора, он служит. Он будет служить даже тогда, когда ему не выплачивают ни копейки денег со стороны той общины, в которой он служит. И поэтому формального права на пенсию у него тоже нет. Но, конечно, церковь выплачивает священнику пенсию, если он не может больше служить, по состоянию здоровья, если он болен, или по возрасту. Но многие священники до последнего стараются совершать богослужения, даже бесплатно, даже тогда, когда они не находятся в штате того или иного прихода, или монастыря. Я знаю и 75-летних, и 80-летних, и 85-летних, и 90-летних, по крайней мере, двоих или троих священников, которые стараются, как только позволяют силы, участвовать в богослужении. Поэтому представить себя священника, который бы рвался на пенсию, мне практически невозможно. Спасибо. С нами был председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и Общества Московского Патриархата Протверей Всеволод Чаплин. Всем мира, всем радости, всем помощи Божьей в добрых делах.